И все. Присаживайтесь, братья и сестры. Сегодня мы собрались здесь, потому что сегодня Воскресенье, да? Даже если бы мы не праздновали в этот день, этого праздника рождения нашего Спасителя, то все равно мы были бы здесь, да? Но у нас сегодня по календарю выходит так, что все окружающие нас люди празднуют праздник какой? Рождества, Рождества Иисуса Христа. И поляки говорят, Божье народение, да? Божье народение. Действительно ли Бог родился? Действительно ли Бога раньше не существовал у Иисуса Христа, Сына Божьего? Нет, конечно, мы читаем, что Он предвечный Бог, сущий от вечности, да? Он пришел в этот мир, в человеческом теле. И как Иисус Христос, Он появился, да, 2000 лет назад, больше уже 2000 лет тому назад. Но Он пришел, оставил славу Свою, Он пришел в этот мир. И в связи с этим у нас есть целая масса традиций, да? Какие у вас традиции есть? Мы дарим друг другу подарки. Дарим или нет? Вы получили подарок в этом году? Ну, может, кто-то не получил подарка, но самый лучший подарок мы получили в свое время от Бога. Пришествует этот мир нашего Спасителя. И мы откроем послание к евреям, первая глава. Послание к евреям, первая глава, с 1 по 3 стих. Мы видим, здесь описывается Тот, Который пришел в этот мир. И которого рождение мы сегодня празднуем. Мы не знаем на самом деле, в какой день календаря это было. Слово Божие не сохранило нам это. Но мы можем принять то, что все принимают, да, и сегодня вспоминать еще раз о пришествии нашего Господа, о рождении Его в этот мир. И мы читаем, что Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Мы читаем, что были пророки в Ветхом Завете, когда мы смотрим, мы видим, что были различные пророки. Многие из них говорили именно об Иисусе Христе. И каждый из них, кто хоть немножко понимал правду о Мессии, или кому открыта была правда о Мессии, он хотел, он желал присутствовать в то время, когда родился Иисус Христос. И если бы им предоставили выбор, но не дали бы время жить во время Иисуса Христа, то они бы желали жить в наше время, когда известно все, когда описан сам приход Иисуса Христа и описан со многими подробностями. И мы читаем, говоривший издревле отцам в пророках. И мы читаем, что была история Израиля, когда Бог говорил отцам в пророках, а потом был большой прорыв. 400 лет. 400 лет Бог ничего не говорил через пророков. Были какие-то божьи люди, которые приходили, которые читали раньше предшествующие откровения, и они делились этим с другими, и они изучали это все, и народ израильский ждал. Ждал долгое время. И мы спросим, мог ли народ помнить о событиях 400 лет недавности и ждать чего-то? Если бы мы назад вернулись, 400 лет тому назад, в историю Украины, обещал ли Бог что-то, что бы мы сейчас ожидали? Там был, там ожидали. И на основании истории, когда мы посмотрим, то евреи ожидали также, что восстановится царство Израиль, и ждали почти тысячи лет. И они это действительно ждали, потому что у них были священные писания, в которых говорилось, что Бог восстановит царство Израиля. И они этого ждали. И мы знаем, что есть сейчас государство, которое называется Израиль. Но что же ожидали так далее, и что они получили? Мы читаем. Говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни с ней говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. То есть через которого сотворил всю вселенную. В последние дни говорил нам в сыне. Помните случай, когда Филипп спрашивает у Иисуса Христа, «Господи, покажи нам Отца!» А Он что говорит? «Видишь меня, видел и Отца!» Он пришел в этот мир, чтобы явить Отца Собою. И Он говорит нам через Иисуса Христа. Говорил и сейчас говорит. И вы знаете, Он говорит не только в общем, Он говорит даже в этих конкретных случаях, когда мы читаем, что происходило на Рождество. Что Бог хочет сказать нам сегодня через Рождество. Что через эти события, связанные с Рождеством, Бог нам говорит в Своем Сыне. Давайте немножко посмотрим, что Бог говорит. Евангелие от Матфея, первая глава. Будем читать об обстоятельствах рождения Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, первая глава. Будем читать с 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая гласить ее, хотел тайно пустить ее. Но когда он помыслил это, Сиангел Господин не вглубляет с него с ней, и сказал, Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына, и наречешь его имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется, реченное Господом через пророка, который говорит, Сидево во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господин, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Вот такие обстоятельства, некоторые обстоятельства рождения нашего Господа Иисуса Христа. И что мы читаем? Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Что значит имя Иисуса? И Его спасает, ибо он спасет людей своих от грехов их. Что Бог говорит через эти обстоятельства? Что пришел в мир Спаситель. Спаситель, который спасает от грехов. Вы знаете, можно спасать от различных обстоятельств нашей жизни, но самое худшее, что может нас встретить, или встречаем мы в жизни, это грех, который имеет огромные последствия в жизни каждого человека. Вот написано, спасет народ свой от грехов их. Если мы принадлежим Божьему народу, каким образом мы можем присоединиться к народу Иисуса Христа? Через покаяние. И мы приходим к Нему, мы становимся Его народом, и Он спасает нас от наших грехов. Спасает нас от последствий того, что мы сделали в нашей жизни. Он спасет людей своих от грехов. Еще каким образом от грехов Он спасает? Ведь в нашей жизни то, что мы сделали до покаяния, и мы теперь сможем сказать, вот после покаяния мы не сделали ни одного греха, да? Или после крещения мы не сделали ни одного греха. то это будет неправда. Потому что мы все согрешаем, да? Бывает, что согрешаем. И Он и сейчас спасает нас от этих грехов. Он и сейчас предоставляет нам прощение, когда мы приходим и каемся. Что еще? Каким еще образом Он спасает нас от грехов? Он помогает нам бороться с этими грехами. Он помогает нам преодолевать все искушения, которые приходят в нашу жизнь. Поэтому, дорогие братья и сестры, если у вас есть какое-то искушение, если грех подступает к вам очень близко, что нужно делать? Просить у Господа силы. Потому что Он пришел на эту землю, одним из Его заданий какое? Какое? Спасет народ свой. От чего? От грехов. Поэтому, если восстает какое-то искушение на душу нашу, что мы прибегаем ко Спасителю, и Спаситель спасает, потому что это одно из Его заданий. Это Рождество говорит нам, что пришел в мир Спаситель, который силен спасти нас от грехов. Что еще говорит нам Рождество? Открываем Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. Вторая глава, то, что мы уже читали, с первого стиха, то, что уже читалось. Евангелие от Луки, вторая глава, с первого стиха, по двадцатый. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении к Верине и Осирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Далилея из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в язву, потому что не было им места в гостинице. До всего места. Обстоятельство рождения нашего Спасителя, то, что не было им места в гостинице. О чем они нам говорят? О чем говорит Бог в Своем Сыне в обстоятельствах рождения? Что не было ему места в гостинице. И если бы он сейчас прошел этот мир, нашел, нашлось бы ему место или нет? Ну, сейчас гостиниц очень много. Но где-то, когда происходят какие-то съезды, большие и так далее, это все места в гостиницах раскупают. И очень трудно найти. Но мы читаем здесь, что не нашлось ему места в гостинице. А давайте сейчас вспомним слова Иисуса Христа, которые записаны в Откровении. «Все стою у двери и что? И стучу. Если кто оттворит, то войду к нему и буду вечерять». Это он обращается сегодня к нам. Он сегодня опять стоит у двери сердца и стучит. Наверное, каждый из вас видел картину, что Иисус Христос стоит у двери и стучит. И художник изобразил эту дверь там без ручки. То есть мы не можем силком войти в эту дверь. Или он тот, который стучит. А нужно оттворить изнутри, для того, чтобы впустить Иисуса Христа. Он сегодня стоит у двери каждого сердца и стучит. Хочешь ли ты ближе познакомиться со своим Спасителем? Хочешь ли ты стать к нему ближе, разделить общение? В Польше есть такой обычай, что на Украине тоже свят вечер. И в Польше тоже, когда семья проводит время вместе, встречает это Рождество. И также есть такая традиция, что оставляют одну тарелку пустую. Вдруг придет какой-то гость. И обычно считается, что это праздничный ужин и это семейный праздник. Вот это семья. Хочешь ли ты провести с Иисусом Христом время, как в семье? И найдется ли у тебя место в сердце для Него? Это связано, может, с определенными неудобствами. Потому что если бы семья собралась так, они хотят провести семейный ужин. И вдруг приходит какой-то незнакомый человек. Скажите, приятно будет в семье это или нет? Если семья действительно радушная, гостеприимная, то, скорее всего, да. Но если семья много лет не виделась и собрались вместе, они хотят посвятить время друг другу. Приходит совершенно чужой человек. Это определенно связано с неудобствами. Но Иисус Христос стоит на двери сердца и стучит. Тогда не нашлось Ему места в гостинице. И положили в ясно. Иисус Христос, Царь Вселенной, рождается в ясно. И Его положили в эти ясно, в хрюм. Можете себе представить такую ситуацию? Как бы сейчас это все выглядело? Антисанитария и так далее. Нет удобства элементарной. В хрюм, в ясно. Царь Вселенной приходит. Но если мы думаем, что это случайность, то мы очень сильно ошибаемся. Бог все запланировал. Мы это увидим даже из событий, которые последовали дальше за Ним. И родила сына своего первенца, и спелена его, и положила его в ясно, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в ясно». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышних Богу!» И на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу «Пойдем в Ифлием и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешим, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в ясно. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова, сии слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Мы видим, что случается дальше. Пастухи на поле являются им ангелы и говорят, вам родился Спаситель. И это произошло не в царском дворце, это произошло в привычном для вас месте. В хлеву, пожалуйста, идите, можете пойти, воздать им и славу, можете увидеть его своими глазами. И пастухи бегут туда, они смотрят и возвращаются в радость. Пришел Спаситель. И что возвещают ангелы? Слава в Вишних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение. Это радостная весть, что пришел Спаситель, не для того, чтобы осудить этот мир, что пришел Царь Вселенной, не для того, чтобы причинить какое-то зло, или воздать каждому по заслугам, или каждому по поступкам. Потому что, если бы Бог захотел нам воздать каждому по нашим поступкам, то я уверен, что все-таки грехов у нас насобиралось бы, но, наверное, не менее, чем добрых дел. Но пришел Спаситель. Пришел Спаситель для каждого из нас. И пастухи приходят, и что они видят, какую картину? Находится Спаситель. Царь Вселенной находится в яснах. И они понимают, что пришел не какой-то Царь, который будет руководить, не зная бедных людей. Что пришел этот Царь, который с самого детства переживает лишения и тягости. И они понимают, что этот Царь, он будет другой, чем те Цари, которые приходят в царских чертогах. Потому что он будет понимать простых людей. Это было запланировано. И пришел в мир Спаситель. Царь Вселенной. Для того, чтобы даже пастухи имели к Нему доступ. О чем это говорит нам? Каким образом Бог проговаривает в Своем Сыне сегодня к нам? Что каждый может прийти к Нему, независимо от того, какого социального положения или статуса мы будем. Независимо от нашего богатства или нашей бедности, каждый может прийти, имея свободный доступ. такой наш Спаситель и Царь Вселенной. Это также Рождество говорит нам о радости. Радость, потому что слава Высшим Богу и на земле мир, и в человеке благоволение, то есть добрая воля. Бог испытывает доброе расположение по отношению к человеку и потом послает в мир своего Сына, как Спасителя, который приходит и становится доступным для каждого, без исключения человека, кто хочет прийти к Нему и повидаться с Ним. Что еще Рождество говорит к нам? Рождество, открываем Евангелие от Матфея, вторую главу. «Когда же Иисус родился в земле иудейской, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим в обхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели средству Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Иродцарь встревожился и весь Иерусалим с ним и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали Ему, в Вифлеем иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля иудина, ничем не меньше водиводств Иудины, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народной Израиля». Мы видим пришествие в мир нового царя. Оно также наложило отпечаток на Иерусалим и на того старого царя, который тогда был. Было пословице тогда, что при дворе царя Ирода спокойнее быть свиньей, чем сыном, которая была каламбуром, определенным в греческом языке. Так вот, действительно, этот царь был известен тем, что он физически устранял всех своих противников, претендентов на царство. И вот волхвы, кто такие волхвы? Давайте возвращаемся на много лет до Рождества Иисуса Христа в землю Вавилонскую, где, нужно сказать, по тем временам, например, мир министров находится еврей. По имени Даниил. И который говорит о пришествии Иисуса Христа, которого почитают все знатные люди и многие его завидуют. Который был очень праведный и который наложил свой отпечаток, потому что жил там более 70 лет, на несколько царей. И несколько царей провозглашали Бога Даниила, всемогущим Богом и Богом, который правит всей Вселенной. Более того, говорили, что если кто не признает его как Бога Вселенной, то его дом разберут. И были там волхвы. Волхвы, которых он превосходил мудростью, которые превосходил познанием и значностью. И это все передается из поколения в поколение, и они помнят об этом. И вот появляется звезда. Они следили за звездами. И они захотели воздать почесть великому царю, который рождается, о котором говорил Даниил, что будет великий царь, который будет править многим народом. И они захотели воздать честь этому царю. И они приходят в Иерусалим. Их обязанность была также возводить на престол царя, или принимать крестьярду, скажем, от него. И вот эти волхвы, они приходят в Иерусалим и хотят воздать почесть великому царю. А Ирод, слыша об этом, и правосвященники, и книжники в Иерусалим, они встревожились. Почему? А у них есть планы на будущее. Известны случаи, когда, помните, царь, который воцарился в возрасте восьми лет и правил народом израильским. И что? Родился великий царь. И неизвестно, сколько ему осталось уже времени до воцарения. И они тревожатся, потому что у них планы на будущее. Они царствуют, они хотят дальше. Если этот царь воцаренится раньше, то они потеряют свое влияние, потеряют свою силу, потеряют царство. И Иерусалим стревожился. Какое место мы уделяем царю, великому царю в своей жизни? Рождество также ставит перед нами этот вопрос. Какое место я уделяю этому царю в своей жизни? Или кем для меня является Иисус Христос, родившийся в Ефиеме иудейском? Если я просто говорю о нем, может, рассказываю даже своим друзьям, но он не находится на главном месте в моей жизни, то я умоляю его достоинство я на царь. Царь должен занять первое место в моей жизни главенствующий. Он должен определять, какой будет мой жизненный курс. Он должен определять, что я буду делать в моей жизни. Он должен иметь всю власть в моей жизни. Родился великий царь. Смогу ли я поступиться местом на троне в моей жизни родился царь? Где я могу видеться с царем? Где я могу воздать ему почести? Волхвы признали в нем царя. А тот народ, к которому, казалось бы, должен прийти и должны признать его, он не признал его. Иногда мы говорим, что Иисус Христос Господь, Иисус Христос царь, но в нашей жизни выглядеть все немножко по-другому. Даже если мы рассказываем другим людям, это не значит, что Он действительно царь в нашей жизни. Давайте сегодня зададим себе вопрос, является ли Господь Иисус Христос царем в моей жизни? Если нет, то сегодня мы можем это изменить. Мы можем посадить Его на трон в своей жизни, отдать всю власть в своей жизни Ему. Вы знаете, это тот царь, который позаботится о нас лучше, чем мы сами, который знает наши обстоятельства и знает наше будущее лучше, чем мы знаем, который знает, какие планы в нашей жизни будут хорошими, которые неудачны. Пусть этот великий царь сегодня царствует также в твоей и в моей жизни. Пусть Господь нас в этом благословит. Итак, Рождество. О чем нам говорит Господь наш Отец через рождение Сына, через Рождество. Говорит, что Он Спаситель. Спаситель от грехов. Поэтому будем благодарить Его и будем прибегать к Нему, если у нас будут какие-то проблемы с грехами, будем приходить к Нему, потому что Он сильный спаситель нас от грехов. Рождество. Рождество это праздник радости, потому что мы получили величайший подарок от Бога, своего Сына, через Который веки сотворил, на Который пришел для того, чтобы спастись нас. Мы видим в Рождестве доброе расположение Бога Отца к нам, потому что Он подарил нам Сына. И мы видим, что Иисус Христос Царь. Поэтому дадим Ему место в нашей жизни, как Царю и прославим нас во всем. Аминь.